Дорогие друзья, у меня такой вопрос. Кто сегодня самый счастливый на этой земле? Кто с Богом? Это дети Божии. Несмотря на то, что происходит в мире волнение, тревоги, а народ Божий, он всегда спокоен, потому что мы дети Божии, и у нас есть великий Бог. И поэтому звание «Дети Божие» мы должны не только называться, но и быть детьми Божьими. Я бы сегодня хотел с вами порассуждать на одну тему, которую я так назвал. Кому я сегодня подражаю? И сразу скажу, в трех направлениях будем рассуждать. Подражание Богу, подражание этому миру и каким примером для подражания являюсь сегодня я. Прочитаем место Писания, которое записано в послании к Ефесянам, 5 глава, с первого стиха читаю. Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил вас и предал себя за нас приношение в жертву Богу благоухание приятное. Братья и сестры, какое великое и прекрасное звание дал нам Бог, что мы являемся Его детьми. И то, каким является Бог, такими должны быть и мы с вами. Однажды в одной христианской семье воскресным утром, многодетная семья, они собирались на собрание. И уже перед выходом один маленький мальчик, три года ему примерно было, стал плакать. Его родители спрашивают, а что ты плачешь? А он говорит, а потому что у меня нету галстука, как у папы, я хочу быть похожим на него. Братья и сестры, дети наши, они хотят быть похожи на своих родителей. Мальчики хотят похожим быть на отца, девочки хотят похожим быть на мать свою. И это неплохо. И поэтому вот это писание, которое здесь написано, что «Итак, возлюбленные, подражайте Богу, как чадо возлюбленные». То есть это дети, у которых есть отец, возлюбленный. Это такое прекрасное к нам с вами сегодня обращение, что мы с вами являемся возлюбленными, что у нас есть Отец Небесный, которым мы сегодня можем подражать. Но кто-то сегодня скажет, что это же Бог. Мы не сможем жить такой жизнью, как жил здесь Иисус Христос. Нет. Если в Писании что написано, а это написано все для нас, то мы с вами сможем жить такой жизнью. В первом послании Петра, в первой главе, 16 стихом, написаны такие слова. «Ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Но казалось бы, как будто это обращение не к нам. Как великий и святой Бог, и мы можем быть такими же. Но священное Писание сегодня нам говорит. Итак, будьте святы, потому что я свят. И в первую очередь мы сегодня с вами должны подражать нашему Богу, Иисусу Христу, быть святыми. Когда Иисус Христос, начиная свое служение, после крещения Он возведен был в пустыню. И вот здесь вот сложный вопрос. Он был же во плоти. Да, мы скажем, это же Сын Божий, это Христос, у Него сила была. Да, это так. Но Христос, Он мог противостоять сатане. Он сохранил эту святость и непорочность. И Он говорит сегодня нам тоже это слово. Будьте святы, будьте святы. И если у нас есть это желание, и если у нас есть стремление, то мы будем так поступать и к этому стремиться. Потому что вот эти обращения написаны. И так подражайте Богу, как чадо возлюбленные. И живите в любви. Братья и сестры, порой в нашей жизни не хватает этого. Мы начинаем выбирать людей. Вот этот человек мне нравится, я его буду любить. А вот этот мне не очень нравится, я к нему буду на расстоянии. Вы знаете, когда я вот рассуждал над этим и представил такую картину. Помните, когда Иисус Христос проповедовал. И перед Ним была многотысячная толпа людей. И не все были те, которые готовы были именно слушать Слово Божие и получать что-то для себя. Потому что Христос говорит, вы ищите Меня, потому что что вы делали? Вы ели, вы видели чудеса, и поэтому они шли ко Христу. И вот написано так, что когда вот множество людей было, Христос, Он жалился, жалился над народом, который Его окружал. А ведь там были и злые люди, и добрые, но Он ко всем относился одинаково. И вот когда Он решил этот вопрос, чтобы накормить людей, ведь мог бы Он выборочно сделать, ну так вот поставить, чтобы вот здесь вот посадить добрых людей, им по два куска рыбы дать, побольше хлеба, а может быть кто-то злой, ему может быть и вообще не дать. Нет, Христос, Он так не поступал. Он говорит, что Он проявлял любовь к сожалению, сочувствие и понимание. Братья и сестры, и в этом мы тоже сегодня с вами должны подражать нашему Иисусу Христу, чтобы быть нам похожим, чтобы проявлять любовь к тем, кто ко мне плохо сегодня относится. А может быть причина и во мне тоже, почему так человек относится. Это уже мои внутренние проблемы, которые я должен решать с тем человеком или с Богом. Подражайте Богу, как чадо возлюбленные. И это прекрасно, когда у нас есть образец и пример, когда можно смотреть на Иисуса Христа и поступать так же, «Но можем поступать и по-другому, но Христос, Он оставил нам великий и большой пример. Если мы являемся Его детьми, то мы должны так же поступать так, как Он поступает». Вот в 1 Иоанна 2 глава 6 стих так написано, «Кто говорит, что пребывали в Нем, то должен Он поступать так, как Он поступал». Вы знаете, я вот когда размышлял над вот этой темой и представил себе такую картину. «Вот стою я утром, какие у меня на сегодня цели и задачи?» Я думаю, хорошо бы, если бы, я это к себе в первую очередь отношу, что, Господи, помоги сегодня, чтобы я Тебе подражал. Вот будут различные искушения, может быть, трудности будут. Господи, вот представь, что это не я, а Ты. Как Ты в этот день сегодня поступишь в этой ситуации или по-другому? Братья и сестры, и когда мы будем так размышлять, нам легче будет. Нам легче будет противостоять всякому греху, потому что Христос, Он это прошел. Его тоже были искушения. Сатана, Он все усилия предложил для того, чтобы как-то, чтобы Христос хоть малейше совершил согрешение и совершил какое-то преступление. Но мы должны всегда представлять, что как Иисус Христос поступал, так и я должен поступать. Написано, любите врагов ваших, благословляйте гонителей. Это по-человечески трудно, тяжело, но мы должны этого делать. Почему я говорю, что должны? Потому что Христос, Он это прошел. И Он говорит, что мы должны так поступать, потому что мы являемся Его детьми. Если мы будем по-другому поступать, то тут уже вопрос стоит. А возлюблен ли я сегодня? Люблю я ли Иисуса Христа сегодня так, как Он возлюбил? Если мы любим человека, и любим искренне, и действительно от сердца, мы все сделаем для этого. И даже какие-то трудности или проблемы мы будем закрывать на это глаза. Почему? Потому что мы любим этого человека. И мы должны так поступать. Здесь дальше написано, и же любите любви, как и Христос возлюбил нас. Братья и сестры, Христос, Он прошел трудный и тяжелый путь. Когда Он делал людям добро, когда Он любил людей к Нему, как относились люди, готовы были Его убить. Но Он их любил. И это были не только на словах. И мы видим, что на кресте незаслуженно, когда Христос висел, и когда над Ним смеялись, издевались, а Он говорил, «Прости им очи». Это тяжело, это трудно, но Христос, Он показал нам для того, чтобы мы брали с Него пример и подражали Ему. Видел недавно одну такую картину. В собрании поет хор. И стоит регент, который повернулся лицом к хору и начал регентовать песню. А в хоре сидел кто-то из детей. Ну, чьи-то родители поют в хоре. И вот интересная картина была, что этот ребенок вышел в проход и, смотря на регента, стал повторять все его движения. Он не только руками это делал, он проявлял свои эмоции на лице. И даже нашел там вот этот регента, палочку вот эту, которая дирижерская есть. Он тоже нашел там, не знаю, или карандаш, или что у него было. Но каждое движение он повторял. Он хотел подражать ему, регенту. Друзья дорогие, мы тоже должны сегодня так поступать. Смотреть на нашего Бога. Смотреть на Иисуса Христа и повторять Его действия, Его движения. Тогда нам будет легче. Ведь хорошо, когда у нас есть образец и пример. Нам легче любое дело делать. Знаете, вот мы недавно собирались, у нас есть такая группа, называется «Строительный совет по поводу строительства Дома Молитвы Велизаветинской». И знаете, когда мы разговаривали, это одно. Но когда сделали такой макет, то есть сделали образец, легче было смотреть, какой дом будет выглядеть, где будут лавочки стоять, где будет сидеть и так далее. Легче бывает. Друзья дорогие, Иисус Христос, Он является сегодня для нас великим примером. Можно много говорить о качествах нашего Иисуса Христа, о том, как Он был послушен Богу, о том, как Он молился и как Он поступил с людьми. Я думаю, что мы все прекрасно понимаем. Но если я не только называюсь, но являюсь истинным Детем Божиим, я буду поступать точно так же, как поступает наш Иисус Христос. Апостол Павел говорит такие слова, что «подражайте мне, как я Христу». А дальше написано, что у вас много наставников, но немного отцов. Апостол Павел, он действительно являлся отцом. Братья и сестры, я в первую очередь себе говорю, чтобы каждый сегодня посмотрел свое в сердце и подумал, «А являюсь я сегодня ли отцом для кого-то или матерью?» Чтобы в чем-то помочь, чтобы был пример для подражания, чтобы, смотря на меня тоже, люди так же поступали. И как хорошо, когда мы в жизни своей, для нас есть вот эти наглядные примеры, когда апостол Павел, он не только на словах, но он действительно так жил и поступал. И он говорит, течение совершил, веру сохранил. И как хорошо нам брать пример с этих библейских примеров, которые описаны в Священном Писании. Вы знаете, есть различные примеры, когда с нас берут, я уже приводил, дети. В одной семье, ну это не христианская семья, отец часто приходил домой нетрезвый. И вот однажды он пришел в нормальном состоянии, и был он в комнате с своей женой, и слышать в другой комнате его дети начинают говорить, «Давай мы будем с тобой сегодня играть одну игру». И спрашивает там мальчик с девочкой, какую игру? И вот он говорит, «Давай я буду приходить домой пьяный папы. Я буду тебя бить, а ты будешь кричать». Вот мы будем подражать своим родителям. И он говорит, «Когда я услышал, у меня страшно стало, что дети сегодня подражают. Как они сегодня подражают? Братья и сестры, это ужасно стояло. Но это люди без Бога. А как сегодня могут дети в наших семьях сказать? Могут ли они сказать, «А давай я буду подражать сегодня маме?» Она читает, она молится, она заботится. А я могу подражать папе, что он сегодня проповедует, или поет в хоре, или еще какие-то в церкви дела делает, не все могут проповедовать. Может быть, он добрые дела делает, о которых он говорит. «Я хочу быть похожим». Братья и сестры, это прекрасно. И очень часто мы являемся примером для наших детей. От этого может быть даже зависеть жизнь наших детей. Если мы правильно будем жить, наши дети, они будут подражать нам и наставлять об этом детей. Потому что мы сами по себе не сможем сделать. Но если мы будем говорить нашим детям, направлять на Бога и сказать, что Иисус Христос так жил, и мы так поступаем, поэтому поступайте, и вы сегодня так. Знаете, вот я сегодня рассказываю много о детях. Вот видел такую картину, когда дети, придя домой после собрания, начали играть в собрание. И вот встает один из ребенков, из детей, и говорит, что «я сегодня буду служителем». И вы знаете, он копирует все его движения, как он говорит. Девочка стоит, а я, говорит, сегодня буду руководителем детских работников. И вот она показывает, как сестра детям рассказывает все ее движения, все ее жесты. И это прекрасно, когда она повторяет хорошие примеры для подражания. Братья и сестры, мы должны сегодня внимательно и серьезно к этому отнести, чтобы мы могли подражать нашему Иисусу Христу. С кого мы берем сегодня пример? Я уже напомнил о том, что различные... Откуда мы можем брать примеры? Вот в Святом Писании написано так. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто мне любит... Кто любит... Да. Кто мне любит любви отчей. Ибо в этом мире есть похоть отчей и гордость житейская и так далее». Я своими словами говорю. Братья и сестры, сегодня это к нам относится. Не любите мира, ни того, что мира. Сегодня мы хотим подражать... Точнее, не мы, а некоторые христиане сегодня хотят подражать этому миру. А в чем она может выражаться? Вы знаете, есть такая, ну, сегодня книги или целое учебное заведение, которое учит христианской психологии. И говорят, что вы должны верить в себя. Вы должны проявить свое «я». Вы должны доказать, что вы человек. И вы знаете, когда я вот слушал этому, а почему бы не призывать? Вы должны верить в Бога сегодня. Брать пример сегодня. И заявлять сегодня, что я что-то сегодня значу, вот чему сегодня учат. А это есть гордость житейская. Чтобы как-то себя проявить, чтобы показать, чтобы не позволить никому, чтобы кто-то меня сегодня унизил. Но хоть в чем-то я хочу быть похожим на этот мир. Я не говорю сегодня о бытовой стороне. Нет. Я говорю сегодня о духовной сфере, когда мы сегодня подражаем. Знаете, вот есть люди, которые сегодня подражают. Я имею в виду нехристиане. Вот какой-то есть знаменитый, я не знаю, футболист или кто он. Вот он сделал такую прическу, что вот он делает на голове, вот здесь по центру, хвост, завязывает резинку, остался бантик привязать. И сегодня множество детей, родители вот так вот делают, чтобы они подражали этому. И вот смотря на него, видишь, что вот он подражает вот этому знаменитому человеку. Я думаю, как это печально. Но люди сегодня эти живут, они без Бога. У них других нету целей. У них другие сегодня кумиры. А сегодня кому я подражаю? Что я делаю для того, чтобы моя жизнь, она сегодня была совершенно другой? Когда мы читаем события, которые связаны с жизнью Елисея и Ильи, его жизнь нелегкая была, Ильи. И вот он даже сказал, остался я один. И моей души ищут. И вот тут Елисей. И вот посмотреть на Елисея, думаешь, Елисей, ну зачем тебе идти за таким человеком? Посмотри на его жизнь. Но он хотел подражать ему. И когда он узнал о том, что Бог его заберет на небо, проси, что тебе дать. И смотрите, как он говорит, какие прекрасные слова. «Дух, который на тебе, пусть будет на мне вдвойне». Он хотел подражать Илье, чтобы у него была вот эта духовная сила, чтобы он был такой же, как Илья. Братья и сестры, это прекрасно. Когда человек может так поступать, когда может брать примеры, хотя сложные, хотя это трудно, и кто-то говорит, ну что это такое, что за жизнь у верующих людей. Нет, братья и сестры. Если человек искренне покаялся, если человек настоящим является Детем Божиим, он будет совершенно другими глазами смотреть на всех людей. Ему в первую очередь будет главное, как не огорчить нашего Господа. Если мы будем это иметь в своем сознании, то мы никогда не огорчим ни брата, ни сестру, и ни кого-то из людей. Никогда. Потому что мы хотим угодить нашему Господу. Поэтому, смотря на все вот эти примеры, они даны нам для того, чтобы мы шли и брали пример, мы подражали нашему Господу. Мы как-то с братьями были у одного служителя дома. Я скажу, это Анатолий Александрович Маркиевич. И вот мы, сидя за столом, спросили такой вопрос. А сколько вы раз прочитали Библию? Я сейчас точно не скажу. По-моему, 156. Так же, Анатолий? 156 раз прочитал он Библию. Братья и сестры, я подумал, какой хороший пример для подражания. Как бы мне сегодня хотелось так поступить, чтобы столько же прочитать Библию. 156 раз. К сожалению, сегодня есть некоторые, которые один раз, может быть, прочитали, а кто-то даже и ни разу Библию не прочитал. Я только Новый Завет прочитал. Да, я понимаю тех людей, которые только пришли в церковь, но я с сожалению смотрю на тех, которые с детства ходят в церковь, они один раз прочитали Библию. А где же силы будет брать потом для попезы с грехом? Ее не будет, потому что священного Писания ты не читаешь, ты не знаешь. А может быть, когда-то время какое-то там взял, чтобы кто-то не спросил мне, читал ты Библию. Нет, нет, оно не принесет тебе пользы. Но Христос, Он является для нас великим примером. Для нас есть много мужей веры, которые описаны в послании к евреям. Написано, что смотря на их жизнь, подражайте вере их. Братья и сестры, есть ли у меня такая сегодня вера, как у Авраама, Ноя и других, которые имели эту великую веру? Они жили в такое же тяжелое, развращенное время. Они тоже жили в таких же условиях. Нам кажется, что то время было другое, оно было легче. Нет, потому что мы смотрим на жизнь Ноя. Даже Бог не вытерпел. Наш всемогущий Бог, который создал вселенную, Он не вытерпел, как в то время люди жили. Но Ноя, Он сохранил верность Богу. И поэтому это тоже для нас пример для подражания, чтобы мы с вами также жили, учились нашего Господа. Каким являюсь сегодня примером я? В первом послании Тимофея, в 4 главе, 12 стихом написано так. «Никто не пренебрегает юности твоей, но будь образцом в вере, в любви, в слове, в жизни, в духе, в чистоте и так далее». Братья и сестры, вот этот пример для подражания, могу ли сегодня я сказать, что я являюсь сегодня примером для подражания, чтобы мне быть в слове, образцом, в жизни христианской, в любви друг к другу, не только хорошим, но и к плохим людям, в том, что у меня в духе все спокойно, что у меня хорошая вера, что у меня в чистоте, чистота в сердце. Могу ли я сегодня так сказать? Братья и сестры, давайте сегодня мы себе зададим этот вопрос. Все ли у меня в порядке в сердце? И смотря на меня, может ли кто-то сказать, что вот этот человек является примером для меня? Братья и сестры, мы с вами не идеальные люди, но в то же время мы должны стремиться. И как хорошо бы, смотря на кого-то из братьев или сестер, я мог бы сказать, вот этот брат, он является примером для подражания меня. Вот эта сестра. Это мы должны каждый отнести к себе. И мы думаем, что это не мое дело, нет, братья и сестры. Это очень важно, потому что люди и окружающие видят, как мы поступаем. Первое послание Петра, во второй главе. 12 стих написано. И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидят добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Увидели добрые дела. Мы сегодня много слышали о добрых делах. Братья и сестры, нам кажется, что люди не видят, когда мы делаем добрые дела. Возможно, не всегда это видно. Но мы должны в понимании, в своем внутреннем, должны это к себе относить. Знаете, вот у нас на неделе проходит такая благотворительная, ну не акция, как сказать, но добрые дела, которые совершаются на неделе. Во вторник или там еще в какой-то день собирается группа сестер, которые готовят пищу для многодетных семей. Кому трудно, кому тяжело. Братья и сестры, как это прекрасно. И у Бога это все отмечено. Вот эти добрые дела, о которых написано, что люди увидят, это обязательно у Бога отмечается. И это есть пример для подражания, чтобы мы с вами могли совершать добрые дела. Но есть опасность, от которой мы должны быть очень осторожны. Я уже буду заканчивать. Когда мы читаем в Евангелии от Матфея, 18 главе, о том, что мы иногда равнодушно относимся к тому, что какие мои неправильные действия, или я являюсь плохим примером для подражания, к чему может привести. 18 глава, от Матфея 6 стих, «А кто соблазнить одного из малых стих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы, повесив ему мелочный жернов на шее и потопили его в глубине морской? А кто соблазнить одного из малых стих?» Братья и сестры, мы сегодня должны быть очень осторожны, и нам придется пред Богом отвечать. Если мы являемся плохим или отрицательным примером для подражания, если кто-то в другом месте написано, я не буду уже читать, что если брат, видя, что ты согрешаешь, и он так же поступит, то написано, ты будешь виновен то, что он согрешил. Какая все-таки на нас лежит большая ответственность, чтобы нам быть хорошим примером для подражания? Поэтому хотелось бы, чтобы мы каждый посмотрели на свое сердце, на свою жизнь и ответили на вот эти вопросы, о которых мы сегодня с вами рассуждали. Кому мы сегодня подражаем? Как мы подражаем? И каким сегодня являюсь я примером для подражания? Если у нас в жизни все хорошо и прекрасно, то мы должны поблагодарить нашего Бога. А если я сегодня не подражаю Богу или поступки мои плохие, то мы должны прийти к Богу с покаянием, потому что дети, написано, Божие, они так не поступают. А если я поступаю и грешу и не каюсь, то мы ни детьми Божьими не являемся. Да помог Господь нам каждому проверить свое сердце, чтобы, когда Христос придет за церковью, нам встретиться с Ним и не постыдиться лица Его. Аминь. Помолимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова